Очень много ненужного хлама скапливается. По сути, бросовые вещи, от которых отказались, с дырочками, с пятнами, ну, возможно, малые, большие, и мы это все берем и перерабатываем в определенные изделия. Нам отдают, допустим, густо, чаричи шоп, они перебирают у себя на складе, и какие-то вещи передают нам, какие-то социальные центры что-то отдают, что-то женщины приносят сами, что-то отдают граждане Новосибирска. Показ будет, да, будет демонстрация изделий. Нынче мы задумали тему джинса переработанной, и обязательно будет джинсовое изделие. Платье, которое у меня было уже, решил дать ему вторую жизнь, сделать его чуть-чуть пошире. Я пришла сюда с подругами, рассказала им об этом месте замечательном, где можно научиться. Когда они сказали, мы не умеем этого делать, я говорю, ну, кто-то будет шлить, кто-то будет отпаривать. Было три пары джинс. Одни мои, две малые, моих внуков. И вот из этих трех пар я решила, они хорошего качества, я решила сделать юбку. Так что поживем, увидим, что получится. Пока, пока еще не очень довольна, но надеюсь, что с помощью профессионалов будет все хорошо. Я никогда не занималась вот такой работой, такого плана. А интересно, вот переделка изделий. И это творческая, индивидуальная работа. И потом мы хотим показать эту коллекцию. У нас уже есть опыт в театре дефиле. Нет, дома не страшно, а будет даже приятно показать свою работу. Приходят вообще, не умеют подходить к машинке, не знают, с какой стороны, не знают, как кроить, как сшивать. Все научатся потихоньку. А ведь задача наша – научить людей, чтобы они не боялись сшить. Многие боятся испортик. Там новую ткань, потратили деньги. Я хотя бы пытаюсь, я хочу познать, узнаю, как это делается и стараюсь, стремлюсь. Поэтому желаю всем, кто в таком возрасте, не бойтесь. Вот здесь вот можно как раз и научиться, и пообщаться, что это самое главное для нас. Продолжение следует...